Песенка Года Песенка Года Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12». Напомню, что интернет-версия нашей программы доступна на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но и открывать новые рабочие места, расширяя и модернизируя производственные мощности. О развитии крупных региональных агрохолдингов шла речь на встречах главы республики Леонида Маркелова с руководителями Ешкаролинского мясокомбината и агрохолдинга Акашева. В частности, на встрече с главой ЗАО Ешкаролинский мясокомбинат Магомедом Ценпаевым говорилось о строительстве новых свиноводческих комплексов. Как подчеркнул руководитель агрохолдинга Йола, устойчивое развитие предприятия стало возможным благодаря привлекательному инвестиционному климату в республике, а также господдержке сельхозтоваропроизводителей. Напомню, что в состав агрохолдинга входят ЗАО Ешкаролинский мясокомбинат и ЗАО Племзавод Шибулакский. Это позволяет контролировать весь процесс производства, начиная от выращивания кормов для животных и до выпуска готовой продукции. Ну а на встрече с руководителем птицефабрики Акашевская Николаем Кривошем обсуждался ход работ по реализации девятой очереди инвестиционного проекта птицефабрики. Недавно в МРИЭЛ был введен в эксплуатацию племенной репродуктор для выращивания цыплят-бройлеров. После выхода на полную мощность объем производства превысит 3,5 миллиона кур в год. Восьмая очередь проекта птицефабрики предусматривает организацию инновационного ветеринарно-селекционного центра, где будет создаваться собственная племенная база. Реализация проекта позволит предприятию заменить импортное инкубационное сырье отечественным и будет способствовать укреплению производственного потенциала птицевойческой отрасли, а также развитию реального сектора экономики страны. В планах предприятия – расширение комбикормового производства на базе уже действующего предприятия агрохолдинга в Волжском районе и приобретение нового оборудования для переработки мяса птицы. На 9% с начала года поднялись потребительские цены в МРИЭЛ, в то время как в прошлом году повышение составило 6%. Таковы официальные данные МРИСТАТа. Причем больше всего выросли в цене крупа и бобовые, яйца, сахар и сезонные овощи и фрукты. Меньше всего изменилась стоимость хлебобулочных, макаронных изделий и продуктов из мяса и птицы. Соседи по счастью. В Ёжкороле, в доме на улице Яна Крастоня, большое заселение. Сразу 24 новосела получили ключи от благоустроенных квартир. В МРИЭЛ продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Подробности в нашем следующем материале. На границе города Ёжкоролы и поселка Медведево выросла очередная новостройка. К дому подвели централизованное отопление. Завершена внутренняя отделка квартир. Одним словом, заезжай хоть завтра. В общежитии очень было неуютно. Тут будет своя квартира, все свое, поэтому мы очень рады. Будем переезжать. Надеюсь, до Нового года успеем заселиться. Кто у родственников, кто на съемной квартире. Каждый по-своему решал жилищную проблему. Судьбой неизбалованные многие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сейчас уже сами стали молодыми мамами и папами. Евгения Сычева с супругом и сыном жила в коммуналке. Говорит, в новой квартире теперь и место для новых игрушек найдется. А четырехлетнему Ярославу глава Марио Леонид Маркелов лично подарил машинку. Однокомнатные квартиры площадью более 30 квадратных метров новоселам передают бесплатно. Для начала с ними заключается договор найма специализированных жилых помещений. Через пять лет договор социального найма, по условиям которого квартиру уже можно будет приватизировать. Евгения Сычева признается, никогда не понимала тех, кто не бережет подобные подарки. Мебель будем покупать, облагоустраиваться, чтобы все хорошо было. До конца года в этом же доме ключи от новых квартир получат еще семь человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным регионального Миноборнауки, всего в МРЕЛ в 2013-м новое жилье по этой программе получили 96 человек. В 2014-м средств из федерального и республиканского бюджетов выделено на предоставление жилых помещений еще более 80 детям-сиротам. Мы, выполняя свои обязательства, посмотрите, как сегодня дети, которые никогда даже не мечтали, они выросли сиротами, уже взрослые люди, они даже не мечтали получать квартиру, сегодня и получили. Поэтому даже нечего сказать, единственное, хочется о них порадоваться и заверить, что дальше мы будем каждый год строить дома, для того, чтобы для детей-сирот, они сегодня уже даже взрослые люди, многие из них, предоставить жилье. И я думаю, что за несколько лет мы, выполняя эту программу, мы ликвидируем очередь полностью в республике. Что касается благоустройства этого микрорайона, в ближайшие годы по соседству с новостройками появятся новые детские сады. Один неподалеку в поселке Медведево уже открыли в этом году. На будущее запланирована установка во дворе дома детской площадки, а также асфальтирование подъездных путей. В течение вот уже нескольких лет в МРИЛ отмечается стабильный демографический рост. Среди регионов Приволжского округа наша республика в числе демографических лидеров. 15 новорожденных в расчете на каждую тысячу человек населения региона. И, что важно, стремящийся к нулю процент младенческой смертности. Спецпост по оказанию помощи новорожденным детям ровно 45 лет назад был открыт на базе Ежкаролинской городской больницы. Сегодня эта высокотехнологическая служба включает сразу два отделения. Помощь детям с врожденными патологиями и второй этап выхаживания пациентов с низкой и экстремально низкой массой тела. По словам врачей, если раньше им приходилось работать с малышами весом от полутора килограммов, то с 2012 года здесь принимают даже 500-граммовых крох. Несмотря на то, что отделение второго этапа выхаживания недоношенных малышей не пустоет, крики и детский плач здесь услышишь нечасто. Уж слишком малы его пациенты. По опыту врачей, если ребенок адекватно реагирует на осмотр, шевелится, кричит или проявляет беспокойство, это первый признак, что его созревание идет по плану. Ответственность за выхаживание новорожденных Виктория Андреева чувствует ежедневно. После медицинского института для работы молодой врач выбрала, пожалуй, одно из самых сложных направлений – неонатологию. Своих деток у Виктории Валентиновны пока нет, но с крошечными пациентами общий язык нашла быстро. В этом отделении мне понравилось и действительно хочется помочь деткам незрелым, недоношенным, потому что вы сами видели, рождаются они очень маленькими, в помощи нуждаются. И очень хочется, чтобы все у них было в дальнейшем хорошо, и чтобы из незрелых деток выросли здоровые, хорошие детки. В год через руки врачей-неонатологов из Каролинской горбольницы проходят в среднем 280 недоношенных крох. Кстати, с 2012 года здесь перешли на новые критерии ВОЗ по выхаживанию маловесных детей – от 500 граммов. Это малыши, рожденные на 22-й неделе беременности. Поэтому после внутриутробного развития малыш попадает в кувес – своего рода техническую наседку для ребенка. Когда они совсем маленькие, до 1,5 кг, или те же состояния их настолько велика, что они не могут поддерживать температуру тела, мы их кладем в кувес. Здесь могут находиться не только глубоко недоношенные, но и доношенные дети с тяжелой патологией. Температура – все зависит от состояния ребенка, от веса ребенка. В данной ситуации температура здесь 31,5. То есть при нем ребенок себя чувствует внутри комфортно. У него температура 36,6 – 36,7. Один из элементов динамического наблюдения за недоношенными – постоянное круглосуточное мониторирование. Вот это датчик, который передает на дисплей показания частоты сердечных сокрушений и насыщения крови кислородом. То есть если эти показатели в пределах нормы, мы не беспокоимся. Как только что-то там у нас выходит за пределы, аппарат начинает пищать, привлекать наше внимание, но, естественно, уже требует каких-то проведений манипуляций. Впервые медицинскую помощь недоношенным детям в республике стали оказывать 45 лет назад. Спустя 10 лет службу разделили. Помимо отделения второго этапа выхаживания малышей, появилось отделение патологии новорожденных. Кстати, по словам врачей, первый кирпичик в здоровье своих будущих детей закладывают родители. Так, согласно статистике, 80% недоношенных рождается у курящих матерей. Это вопрос и на первом месте стоит. Правильный жизненный здоровый образ жизни, правильная организация питания. Мы же не зря сегодня 25% у нас ожирения среди детей. Это вторая уже выходит проблема у нас серьезная. Далее наши негативные моменты – это курение, это алкоголь, и свалилось на молодежь еще какие-то спайсы. То есть это вот это вот все. И мы очень приветствуем, что ГТО, или как мы говорим, готов к труду и обороне, сегодня возрождается. Тем не менее, впервые с начала 90-х в Мариел зафиксирован естественный прирост населения. Так, по итогам прошлого года рождаемость превысила смертность на 6,5%. Эта положительная тенденция сохраняется в республике и в 2014 году. Росту демографических показателей в регионе способствуют многие факторы. Например, в качестве стимулирования служат меры государственной поддержки, такие как материнский капитал или выделение земельных участков под строительство. Но ключевые факторы лежат все же в области здравоохранения, который в последнее время уделяется огромное значение. И состояние репродуктивного здоровья населения в Мариел не исключение. В детской республиканской клинической больнице на этой неделе открылись новенькие игровые комнаты. На их оформление не было потрачено ни рубля бюджетных средств. Деньги на благое дело, напомню, собирали всем миром. В ходе одной из самых масштабных благотворительных акций года, прошедшей в Ешкар-Оле. Напомню, в августе на Патриаршей площади был установлен рекорд Гиннесса по одновременному приготовлению 2014 кургриль. Уже тогда организаторы пообещали, что средства, собранные в ходе грандиозного городского праздника, направят на доброе дело. Детская республиканская клиническая больница – одно из самых больших медицинских учреждений Ешкар-Олы. Одновременно лечение здесь проходит свыше 300 детей в возрасте до 18 лет. Сразу две новые игровые комнаты открыли на пятом этаже в первом хирургическом и гнойном отделениях. По словам врачей, дети находятся здесь как минимум неделю. Даже если ребенок поступает в удовлетворительном состоянии, у него страх перед предстоящей операцией. Даже если ребенку 2-3 года, он все равно понимает, что он попал в больничные стены. Поэтому, находясь в такой красивой комнате, раскрашенной детскими картинками, в радостных красках, он отвлекается от предстоящей операции. А после операции, наоборот, быстрее приходит в себя, адаптируется. Это способствует выздоровлению. Прежний главный врач Александр Принцев, детской республиканской больницей он руководил 15 лет, хорошо помнит, какими были эти помещения – серыми и неприглядными. Ремонт провели от пола до потолка, закупили новую мебель, игрушки. Игровые комнаты в больнице используют еще и как учебные классы. С сентября к школьникам, кто по здоровью пропускает уроки, приходят преподаватели. Работают в больнице и свои воспитатели. В больнице происходят вот такие преобразования. Очень приятно, что наш современный бизнес вкладывает свои возможности в наши бюджетные учреждения. Наша больница, где проходят лечения, дети со всей республики. И они оторваны от дома, от родителей, от своих родных. И, конечно же, им очень нужны вот эти места, где они могли провести свое свободное время. Поиграть, почитать, посмотреть телевизор. Данный купон на целую курицу, жаренную лучшими специалистами в притимах реки Акашевская. Когда в одно время и в одном месте собираются сразу несколько тысяч жителей одного города, значит, есть смысл и дальше проводить подобные акции, говорят в игрохолдинге Акашева. 2014 Кургриль, которые уже официально вошли в Книгу рекордов Гиннесса, в этот день неравнодушные к сути праздника ишкаролинцы меняли на специальные купоны номиналом в 300 рублей. Были, конечно, и те, кто ворчали и удивлялись. А почему не бесплатно? И здесь же, бок о бок, те, кто, отстаивая очередь, ждали, чтобы купить, а значит, помочь. Еще раз хочется поблагодарить тех горожан, которые поприсутствовали на празднике, пришли 9 августа на площадь, провели с нами День города. Спасибо им, что мы собрали данные средства, наверное, во благо нашей республики в целом. Все дети сюда играть приходят, там интересно. Я считаю, что дети будут меньше скучать больно. Мечта уже нового главврача – оборудовать в медучреждении еще и молельную комнату с иконостасом. Возможно, вслед за одним добрым другом, так здесь называют агрохолдинг Акашева, последуют и другие представители бизнеса, для кого реализация подобных социальных проектов важна не меньше, чем модернизация производства, получение дополнительных доходов, либо открытие новых рабочих мест. Каким должен быть директор современной школы? Возможно, за ответом на этот вопрос можно отправиться в поселок Советский. Руководитель средней школы номер 3 Сергей Новоселов недавно взял серебро на всероссийском конкурсе «Директор школы 2014». Это, кстати, единственный конкурс среди руководителей общеобразовательных учебных заведений. О достижениях и заслугах своих учеников директор средней школы номер 3 в поселке Советский может рассказывать часами. Похвастаться действительно есть чем. К примеру, недавно по инициативе Сергея Александровича в учебном заведении провели слет лучших учеников, которых, кстати, оказалось даже больше, чем прогнозировали педагоги. Пригласили туда ребят, которые закончили год только на пятерке или заняли призовые места на республиканских, спортивных и неспортивных состязаниях и конкурсах. У нас собралось 132 человека. Вот из 790 детей 132 – это ощутимая цифра. По мнению Сергея Александровича, мотивировать ребенка к учебе нужно не только на уроке. Не менее важна и внеурочная деятельность. Поэтому, когда три года назад молодой руководитель встал у руля школы, поменялось многое. Пожалуй, одно из самых заметных новшеств – это внедрение в стенах образовательного учреждения площадки для ребят с особыми педагогическими потребностями. Учатся они здесь бок о бок с обычными детьми. В настоящий момент у нас два класса. Мы их называем класс коррекционной педагогической поддержки. В начальном заведении там обучается 12 детей. Причем 12 детей из всех параллелей, из 1 по 4 класс. Только обучение составлено таким образом. Оно интегрировано и в форме инклюзии образовано у нас. Проводится таким образом, что основные предметы дети изучают вместе, той параллели возрастной, к которой они относятся. А остальные предметы, такие как музыка, например, технология, они посещают классы той параллели и того возраста, в который они бы учились. Вот это и есть настоящая социализация, когда дети общаются не только в своем узком коллективе, но и с остальными ребятами. В следующем 2015 году школа номер 3 в Советском отметит свое 20-летие. Изначально рассчитана она была почти на 1300 учеников. Правда, многие кабинеты пустовали. Тогда, два года назад, ее соединили с еще одной школой-поселка. По словам директора, пришлось потратить немало усилий, чтобы объединить в одно целое три коллектива – учительский, ученический и родительский. Сейчас ребята и сами принимают участие в управлении школой. Дети знают, что их голос не только слышат, но и прислушиваются к нему. Мои обязанности ходят в руководство Советом старшеклассников. Совместно мы проводим различные акции, мероприятия. Школа не стоит на месте, она всегда развивается. Нам тоже хочется выразить, внести какой-то свой вклад в это развитие. И поэтому мы тоже стараемся помогать администрации школы. В свои 32 Сергей Новоселов не просто опытный руководитель, но и педагог со стажем. Выпускник пединститута в Ишкар-Але Сергей Александрович во время учебы освоил сразу несколько специальностей, что дает ему возможность работать учителем истории, английского языка, информатики, психологии, физкультуры. Постоянное стремление двигаться вперед, познавать что-то новое и помогло начинающему специалисту стать одним из самых молодых руководителей образовательных учреждений в Мариел. Я когда в школу пришел, я ведь не имел никакого образования, я был простым учителем, причем мне было 25 лет, и я в 25 лет стал директором, не зная, что такое управление, не зная, какую дистанцию нужно с педагогами выдержать, не зная, как их мотивировать, не зная вообще, что такое наука управления. Соответственно, приходится очень много времени тратить для того, чтобы постоянно самосовершенственно читать книжки, заездить на семинары, участвовать в подобных конкурсах, в которых я участвовал. Кстати, неделю назад Сергей Новоселов вернулся из Москвы. Он участвовал во всероссийском конкурсе «Директор школы-2014», где занял второе место среди 440 руководителей образовательных учреждений из 72 регионов страны. Успех руководителя школы из глубинки, говорят специалисты, еще одно доказательство, что талантливые люди есть везде. Нужно лишь дать им возможность раскрыться. Первое, что нужно, это креативность. Это как бы неравнодушие. Это стремление к изменениям, к лучшим изменениям. Стремление вывести свою школу вперед и дать качественное образование в школе. Планов на будущее у Сергея Александровича много. И большинство из них связано, конечно, со школой, в которой он сначала учился и которой сегодня руководит. В моем понимании директор – это ремесленник, ученый и творец. То есть я всегда на протяжении своей жизни пытался научиться тому, чего не умел, узнать то, что не знал до этого, познать то, что не знал. И в то же время всегда пытался творить, придумывать что-то новое, что-то интересное для того, чтобы создать определенную мотивацию и ситуацию комфорта в школе, чтобы было комфортно детям и родителям. Вот когда есть стремление научиться чему-то, познать что-то и постоянно что-то творить, вот это и есть формула директора, на мой взгляд. Экономические санкции, налоговая амнистия, информационная безопасность бизнеса. Актуальные в масштабах страны темы стали ключевыми на международной конференции «Экономическая безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики». Ровно на два дня экономисты ведущих вузов страны и ближнего зарубежья, в частности Эстонии, собрались в Ешкарале. Площадкой для обсуждения стал Поволжский государственный технологический университет. Доктора наук, магистры, аспиранты, представители правительства и бизнес-сообщества. Около 50 специалистов экономической сферы собрались в ПГТУ обсудить стратегию финансовой и налоговой политики страны с целью обеспечения комплексной экономической безопасности. Другими словами, в форме открытого диалога говорили о налогообложении, актуальных темах бухучета и возможностях поддержки экспортно-ориентированного развития бизнеса. В конференции, конечно, важны это средства общения между учеными, выработки каких-то рекомендаций, решений и обсуждения актуальных тем для того, чтобы практике было проще реализовать инновации в сфере управления финансами, налогами, бухгалтерского учета. Вообще, экономический факультет Волготехи в последние годы по популярности среди абитуриентов бьет все рекорды. На сегодняшний день на факультете обучаются 2,5 тысячи человек. Это очники, заочники и аспиранты. По данным Мористада, только в прошлом году в республике зарегистрировано более 15 тысяч предприятий, организаций и юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и того больше – около 18 тысяч. Учитывая ежегодную динамику роста числа субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, хороший экономист без работы вряд ли останется, в том числе получив специализацию экономическая безопасность. Это будущие специалисты, которые будут работать не только в силовых структурах, но и на предприятиях. Вы знаете, что в таких условиях, в геополитических, особенных, которые складываются, нужно, чтобы были люди, которые ответственно относились ко всем управленческим делам и к организации бизнеса. Поэтому я считаю, что это очень важный вопрос, это надо развивать. Проанализировать привлекательность инвестиционного проекта, просчитать риски, исследовать альтернативные стратегии развития фирмы. Преподаватели говорят, выпускники ПГТУ со специализацией экономическая безопасность смогут найти решение, как обойти все подводные камни в сфере экономики. А чтобы знания были более основательными, участие в подобных конференциях, как и семинары – один из обязательных этапов обучения. ПЕСЕНКА ГОДА Ребята, ждем вас на голоконцерте 6-го республиканского конкурса детского творчества «Песенка года». Приходите всей семьей, тем более, что в программе концерта известные детские песни советских композиторов, любимые и вами, и вашими родителями. 14 декабря, 12 часов, голоконцерт 6-го республиканского конкурса детского творчества «Песенка года». Песенка года Здравствуйте! В эфире рубрика «Ровным счетом» в студии Дарья Клещевникова. Мы продолжаем рассказывать о современных кредитно-финансовых услугах и технологиях, применяемых в банковском сервисе. Тема сегодняшнего выпуска – самые высокие стандарты клиентского банковского обслуживания. Премиумные продукты, предназначенные для тех из клиентов, для кого время – действительно деньги, кто доверяет банкам крупные суммы и заинтересован в привилегированном сервисе с различными дополнительными услугами и бонусами. О том, как организовано банковское обслуживание премиум-класса и какие дополнительные выгоды получает клиент, в сюжете, который подготовила наша съемочная группа. Новый подход в банковском сервисе, созданный с учетом индивидуальных потребностей клиентов. Тех, кто ценит комфорт, уверенно строит планы на будущее и дорожит своим временем. Особые условия обслуживания, привлекательные ставки по депозитам, надежное управление финансовыми средствами – все это Сбербанк Первый, формат, созданный для самых привилегированных клиентов и членов их семей. Для крупных вкладчиков, для вип-клиентов, мы составляем индивидуальный финансовый портфель в зависимости от финансовых целей. Причем цели у наших клиентов бывают абсолютно разные. Некоторые клиенты аккумулируют определенные суммы для покупки, например, автомобиля или готовятся к покупке недвижимости. Для таких клиентов у нас есть вклады с возможностью снятия суммы в любой момент. И таким образом, пока сумма ожидает своего прямого назначения, она не просто пылится дома или подвержена инфляции в банковской ячейке, а приносит хороший доход. Для клиентов, которые хотят сохранить конфиденциальность своих вложений, у нас есть инструменты, которые позволяют это сделать. Некоторые клиенты заинтересованы в получении дохода больше, чем по вкладам. Сейчас экономика обращает инвесторов к новым способам размещения средств – поиску новых продуктов. Для таких клиентов у нас есть инструменты, позволяющие инвестировать в рынок как напрямую, так и в рамках сложных структурных продуктов. У нас есть даже инвестиционные продукты, которые обеспечивают возврат вложенной суммы по окончанию программы, что бы ни произошло, и позволяют участвовать в рынке с суммой в несколько раз больше вложенной. Сбербанк Первый предлагает не только особые условия обслуживания, но и целый ряд специальных программ для привилегированных клиентов, подразумевающих системный подход к управлению капиталом и разнообразие финансовых инструментов, позволяющих не только сохранять, но и эффективно приумножать. Подводя итоги года, мы готовы выделить следующие тенденции. Держатели индивидуальных банковских сейфов, кто вместо наличной валюты, хранит сейф-изберегательный сертификат, аналог вклада, смогли защитить свои рублевые средства от инфляции в этом году. Те из наших клиентов, кто привык получать доход от инвестирования в рыночные активы, оформившие инвестиционный продукт защиты капитала SmartPolus, смогли зафиксировать доход на росте базового актива и не потерять его на падении рынка. Те клиенты, кто подошел к своим вложениям портфельно, то есть разделил инвестиции на рублевые, валютные и рыночные, смогли заработать на росте курса валюты на 27% больше, чем в 2013 году. Если говорить о других тенденциях прошлых лет, анализ кризиса 2008 года позволил сделать вывод о том, что в кризисный период важно иметь ликвидные деньги на валютных и рублевых счетах. Это более выгодно, нежели в недвижимости и в собственном бизнесе. Назначить встречу с персональным менеджером отдела Сбербанк Первый можно по телефону 8 800 333 22 33. Все подробности на сайте сбербанк1.ру. На сегодня это все. С вами была Дарья Клещевникова. До встречи через неделю. Под мелодию кофе и прямого эфира просыпаются мысли о спасении мира. БЛИЦ ГАФАММЕ РАЗБУДИ ВДОХНОВЕНИЕ СЕСНА ПО МЕНКА МЕРТАРАТ СЕСНА ПО МЕНКА МЕРТАРАТ И ГАФАММЕ РАЗБУДИ ВДОХНОВЕНИЕ Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Кухня – это то место, где утром вся семья встречается за завтраком. Здесь принимают гостей и проводят семейные вечера. Чтобы на кухне было удобно, она должна быть функциональной и продуманной до мелочей. Это рубрика «Идеальная обстановка» и сегодня мы разрабатываем дизайн-проект кухни. Разрабатывать дизайн-проект кухни мы будем с дизайнером Александром. Александр, здравствуйте. Кухня большая, поделена на две части коробом. С левой части кухни мы расположили шкаф-пенал. Вот он закрывает трубы, газовый стояк. И слева, чтобы не было некрасивых щелей, закрыли патч-панелью. С этой стороны стоит шкаф-пенал, который закрывает газовый котел. Варочная поверхность находится посередине. Духовой шкаф вынесен немножко в сторону. Вот он. И приподнят выше. Так гораздо удобнее. С правой стороны помещения находится зона мойки. Какие мы будем использовать материалы и какие подберем цвета? По желанию заказчика было сделать кухню в спокойных, классических бежевых тонах. Поэтому мы использовали крашеные фасады. Вот так они выглядят. Цвет у них мы подобрали кремовый. Вот он. И цвет каркаса дуб гальяна темный коричневый. Вместо стеновой панели на кухне, чтобы не пачкала стена, мы использовали стеклянный фартук с нанесенным на него ОФ-печатью. Александр, а чем ОФ-печать отличается от популярной фотопечати? Это новая современная технология, позволяет выдерживать высокие температуры для стеклянного фартука, что характерно для кухонь. Также рисунок наносится на само стекло. И оно не выцветает при воздействии света. Итак, вот так кухня выглядит на экране. Ну а мы с вами уже буквально через пару мгновений сможем увидеть ее вживую и рассмотреть подробнее. Итак, кухня наша готова и установлена. И давайте рассмотрим ее поближе. Кухня у нас делится практически сразу на две части. Здесь находится зона мойки, ну а здесь зона приготовления вещи. В этом шкафу находится газовый котел. Также здесь спрятался воздухоотвод от котла. Чтобы не нарушать единый стиль кухни, вот за этим фасадом спрятались выдвижные ящики, которые, в принципе, всегда гораздо удобнее, чем обычные полки. Плита находится на оптимальном уровне, ее легко открывать, легко ей пользоваться. И таким образом, внизу еще помещается удобный ящик для хранения посуды. Так как кухня довольно большая и места для хранения достаточно, дизайнеры могли позволить себе сделать вот такие открытые полки для красивой посуды или сувениров. Также очень оригинально смотрятся вот эти маленькие ящички. Они очень удобные. Здесь можно хранить множество маленьких мелочей. Ну и, конечно, каждый ящичек и каждая дверка шкафа оборудована доводчиками или подъемными механизмами. Фасады этой кухни выполнены из крашеной МДФ. Какие достоинства у этого материала? Ну, во-первых, он обладает высоким глянцем, что всегда выглядит очень стильно. Во-вторых, торцы не требуют дополнительной обработки, то есть уже не нужно никакой кромки. Ну и, в-третьих, он обладает богатой цветовой палитрой, то есть практически подобрать можно любой оттенок. Современная кухня должна быть не только красивой и стильной, но и технически продуманной. Очень функциональное решение – это выдвижной сетевой фильтр. Нежные цветы на парту китайской кухни создают настроение и придают дополнительный уют. Компания «СКМ» предлагает изготовление любой корпусной мебели на заказ. Причем платить всю сумму сразу не обязательно. Здесь возможна рассрочка платежа. Если вы заказываете кухонный гарнитур, не тратьте время на походы по магазинам бытовой техники. Все необходимое вы можете заказать здесь же, в компании «СКМ». Интересующие вас вопросы можете задавать по телефону в Ешкрале 333-880. Офис компании «СКМ» находится по адресу. Город Ешкрала, бульвар Чивайна, 36. Дом бытосмена. Офис 222. Семма стар, поэт, мурза да фольклор ансамбль влаг. Семма стар, поэт, мурза да фольклор ансамбль влага, мурза да фольклор ансамбль влага. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Коттедж в черте города или за его пределами еще 20 лет назад для большинства был несбыточной мечтой. Теперь же свой дом это скорее возможная альтернатива жилью в многоквартирном доме. Покупка участка и строительство дома, если и превышает стоимость квартиры, то ненамного. Этим и обусловлены растущие как на дрожжах коттеджные поселки вокруг Ешкралы и характерная им вечная стройка. Об одном из таких объектов расскажет специалист, авторитетной и известной в нашей республике фирме, которая занимается водоснабжением и отоплением. Сейчас мы находимся на объекте, где силами нашей компании выполняется монтаж системы отопления и горячего водоснабжения. Это живой дом двухэтажный общей площадью порядка 400 квадратов. Давайте загадим внутрь и посмотрим. Сейчас мы находимся в котельной данного дома. Отопление уже начинали делать до нас. Ну, конечно, сделали с ошибками. То есть для такой большой площади дома был выбран насос самой маленькой мощности, какой вообще продается. Естественно, он бы не справился с перекачиванием всей воды в системе отопления. В данном системе также не было сундашный расширительный бак, поэтому система проработала бы очень недолго. И хозяину было принято решение обратиться в нашу фирму, чтобы отопление было сделано все с нуля. Поэтому было принято решение смонтировать отопление с нуля. Сейчас ведутся монтажные работы. Нашими специалистами была разработана коллекторная группа. То есть отопление разведено поэтажно и по помещениям. То есть на каждое помещение либо этаж выведен свой контур отопления. Пока запущено в эксплуатации только радиаторное отопление, теплые полы будут запущены чуть позднее. Для каждого контура отопления был установлен свой циркуляционный насос. То есть это тот насос, который повышает скорость циркуляции воды в системе отопления, ну а также увеличивает ее эффективность. Для управления температурой в системе теплых полов был установлен автоматический трехходовый смеситель. Для управления каждым контуром от теплых полов была собрана также коллекторная группа. Для приготовления горячей воды был установлен бойлер косвенного нагрева. В данном случае моделька, работающая по принципу бак в баке. Это бойлер, который нагревает горячую воду от системы отопления. Данная модель бойлера в силу своей конструкции имеет очень высокий срок сурбы. То есть это не бойлер с спиралевидным теплообменником, а теплообменником в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали. Для компенсации температурных расширений воды в системе отопления был установлен 50-литровый расширительный бак закрытого типа. Благодаря тому, что бачок имеет конструкцию закрытую, вода в системе отопления не испаряется. Соответственно, ее не нужно будет постоянно доливать. Благодаря этому система отопления будет служить очень долго. Постольку-поскольку, они являются современным отопительным прибором, экономичным, экологичным и обладающим наибольшей теплоотдачей на секции. Как мы видим, труба системы отопления скрыта. То есть она уложена в теплоизоляцию и уложена в штрабу. То есть данная площадь будет еще заливаться под теплые полы. То есть уровень пола, конечно, будет повыше. Таким образом, труба будет скрыта от глаз. Не будет под лестнический вид помещения своим видом. Кроме этого, каждый радиатор подключен через пару кранов. Это позволяет отключать каждый радиатор по отдельности, чтобы произвести его очистку, профилактику. При выполнении всех этих операций система отопления будет работать. То есть профилактику каждого радиатора можно производить во время отопительного сезона без ущерба для всей системы отопления. Фирма «Аквамастер» является одним из авторитетных лидеров республики в области продажи и установки оборудования для теплоснабжения и отопления. Квалифицированные специалисты установят в вашем доме, квартире или предприятии отопительные радиаторы. Заменят ветхие чугунные трубы на высокотехнологичные из полипропилена и металлопласта. Установят водонагревательные газовые и электрические котлы любых объемов от различных производителей. Произведут монтаж насосов и насосных станций. Заезд в офис-магазин фирмы «Аквамастер» с улицы Кирова, рядом с перекрестком улиц Кирова и воинов-интернационалистов. За железными воротами базы «Марпотребсоюза» во двор и налево до вывески «Аквамастер». В офисе вы сможете не только заказать монтаж систем водоснабжения и отопления, но и приобрести все необходимое для этого. Трубы и радиаторы, фитинги и смесители, насосные станции, газовые и электрические водонагреватели, а также все необходимое для системы канализации, вплоть до локально-очистительных сооружений. Консультацию опытных специалистов по всем вышеперечисленным вопросам можно получить здесь же, в офисе фирмы. Совершенно бесплатно. Телефон 44-03-03. Фирма «Аквамастер». Гарантия на всю продукцию и все виды работ. Самое звонкое музыкальное шоу года! 14 декабря в полтень в Марийском государственном театре оперы и балета «Песенка года». Ребята, ждем вас на голоконцерте 6-го республиканского конкурса детского творчества «Песенка года». Приходите всей семьей, тем более, что в программе концерта известные детские песни советских композиторов, любимые и вами, и вашими родителями. 14 декабря, 12 часов, голоконцерт 6-го республиканского конкурса детского творчества «Песенка года». «Песенка года». «Песенка года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова